Ребята, всем привет! Новый влог. Честно сказать, я сомневалась снимать сегодня влог или нет, потому что сегодня мне нужно снимать кое-что. Сегодня у меня есть рабочий момент, рекламный видос мне нужно снять. В общем, рассказываю. Сегодня я встала не так рано, как вчера, к сожалению, хотя я хотела встать раньше. В общем, у меня много что есть вам рассказать по поводу того, что я осознала, то, что случилось до того, как я включилась к вам. В общем, рассказываю. Во-первых, самое главное, с чего я хочу начать, это еще со вчерашней ночи. У меня всегда проблемы с тем, чтобы уснуть быстро, я это просто ненавижу, потому что я перед сном всегда прогоняю в своей голове все вообще, что можно только и нельзя. Мой вчерашний день, мой день год назад, моя жизнь, мое будущее, завтрашний день, что мне нужно сделать завтра, когда я встану, какие у меня планы, строю планы. В общем, у меня там просто кошмар в голове, из-за этого я всегда не могу уснуть и мучаюсь из-за этого. И, в общем, Карина мне сказала, я знала такую методику, но как-то никогда ее не пробовала. Ну, может, так пробовала, но, видимо, неправильно и не относилась к этому серьезно. Так вот, Карина мне говорит, попробуй досчитать до 100, но не так, что типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а вот так вот, типа один. Глубокий вдох носом, выдыхаем через рот. И, ну, понятное дело, считать про себя. Два. И так типа считать до ста. И я вчера попробовала это и хочу вам рассказать. Пока я буду делать бутерброды с паштетом, потому что я голодная и сегодня еще ничего не ела, буду вам рассказывать. У меня даже уши заложилось за то, что не ела. Бивочка, ты что боишься? Паштет будешь, твой любимый? И в итоге я считала где-то до 30. Дошла до 30, точнее, думаю, что после 30 я уже уснула, когда считала так вот. Но до того, как я дошла до 30, я три раза или два раза останавливалась, потому что я начинала думать о какой-то фигне, типа, а завтра так я встану в 11, пойду быстро по мою голову, сделаю вот это, вот это, вот это, начну вот это делать, потом сделаю вот это, попробую вот это, схожу туда, сюда. Ну, короче, и вы понимаете. И, в общем, я сбивалась так несколько раз и потом ловила себя на мысли, так, стоп, я же считала, какого хрена, зачем я вообще об этом думаю? И знаете, в чем суть? Я постоянно перед сном себе, перед тем, как уснуть, планирую, как пройдет мой завтрашний день. Думаю о нем, все такое, типа, я встану, сделаю это. И знаете, что происходит чаще всего? Наверное, 90%. Я просыпаюсь и день совсем не так, как я у себя в голове там придумала, все вообще по-другому. Я, понятное дело, расстраиваюсь, потому что я не так себе перед сном планировала, как день у меня пройдет. И вот я вчера начала думать о том, что, ой, так, я встану в 11, все будет вот так и так. В итоге я не встала в 11, просто, я не знаю, может, не услышала будильник. Вчера я тоже достаточно поздно легла, где-то около 4. Но, по крайней мере, знаете, я так радуюсь, когда я засыпаю хотя бы уже в 4, потому что были недавно такие моменты в моей жизни, когда я к 8 только засыпала, когда я в 7 сыграла и все такое. Зай, ты будешь паштет, бутер с паштетом? Да. 1-2, а мы с Вивой 2 будем. Кстати, паштет, который я очень люблю, и сейчас мне он нравится, уже достаточно долго. Очень вкусный, с маслом. Есть там с грибами, по-моему, еще с укропчиками всякими, но мне нравится именно со сливочным маслом. Печеночный паштет. Выглядит вот так вот, запомните, заскриньте, попробуйте. Очень вкусно, реально. Поздно легла, и поэтому сегодня я встала в час 30 где-то. Но, знаете, учитывая, что недавно я вставала в 4-5, ближе к вечеру, ну, типа, это еще ладно. Но я все равно расстроена, потому что хотела вставать пораньше. В любом случае, я буду каждый день ставить себе будильники на 11, чтобы, ну, жить как нормальный человек. Чем раньше я встаю, тем больше я успеваю дел, конечно же, сделать за день. Так что эта методика работает, попробуйте. Главное не забывать считать, потому что, когда вы забываете, начинаете думать о чем-то другом, и все, понятное дело, ваш мозг начинает опять напрягаться. Следующая новость, которая началась сегодня тоже первым делом, когда мы проснулись. Вчера я воняла во всем влоге и рассказывала о том, как меня все бесит, какая я злая, мне нужен рабочий пропуск и все такое. Потому что это невозможно, это невообразимо два раза в неделю выходить из дома. Если мне надо, например, по делам куда-то поехать, но в конце недели я планирую вернуться в Москву, допустим, то я не смогу этого сделать. Какого хрена? И в итоге мы сегодня сели со Славой и сделали себе пропуски по ИП. Единственное, что я переживаю, у нас все получилось, и до 30 апреля получается у нас будет пропуск, то есть каждый день мы можем выходить. Единственное, что если нас остановят, то будут задавать вопросы, какого хрена, потому что все-таки мы ИП не какое-то там, не знаю, медицинское учреждение, то, что сейчас важно, да, мы... У нас не такая работа все-таки, а типа блогеры, но я считаю, что какого хрена? Нам что, не надо зарабатывать? Мне, например, государство ничего не собирается платить. А вам? И что мне теперь сидеть дома, а если мне реально надо поехать по работе куда-то, купить тот же самый рекламный продукт, который мне не может, например, курьер-то ставить? Что, мне теперь с голоду умирать? Просто вот это меня бесит, поэтому пошли все нахрен. Мне самое главное, чтобы эти пропуски не аннулировали, потому что есть такая вероятность, что если начнут там что-то проверять, то могут их аннулировать, поскольку мы не относимся к каким-то важным, ну, к каким-то важным работодателям именно в данный момент нашей жизни. Там, типа, мы не создаем маски, нам не нужно ездить на какие-то склады, чтобы делать маски, лекарства, разводить, разводить. Так, убери рот. Курсей, можно? Она обожает паштет, она просто его обожает. Она его очень любит, курсей, моя рыбка. Так, по поводу собаки, у нас еще много с вами сегодня тем, которые нужно обсудить, за которые я должна вам пояснить. По поводу моего маникюра, который у меня есть, да, такой вот красивенький, завидуете, стервы? Кто-то мне начал писать в комментариях, типа, сама говоришь, сидите дома, а сама в салон пошла, сделаю маникюр. Я знаю, что есть салоны, которые принимают клиентов сейчас, хотя это запрещено. Я не ходила ни в какие салоны, я не делала в салонах маникюр, не ходила ни в какие подпольные салоны. Я ходила к своей подруге еще до того, как сделали пропуски. В тот день, когда я вернулась в Москву, я приехала к подруге, а она сама себе делает маникюр, я уже не знаю, сколько лет. И у нее есть лампа, шелак, пилочки, хрень всякая, которая нужна. То, чего нет у меня, потому что я всегда хожу в салон и все такое. И мы просто сделали мне маникюр. Шелаком, лампой, дома она мне сделала. Она не мастер маникюра, она не берет никаких клиентов. Она делает сама себе маникюр мне, своей маме, так что обвинять меня не надо. Ни в какие салоны я не ходила. Если вы думаете, что мне плевать на свою жизнь и на жизнь своих близких, то это ваши проблемы. К подруге я сходила, потому что я знаю, что она сама сидит дома на самоизоляции. И по поводу Вивьены, потому что Вивьену я действительно отвезла в салон для собак, чтобы ее подстригли. Но даже у этого есть в мою сторону оправдание, и не одно. Я привезла Вивьену в салон, где мы стрижем ее всегда. Он закрыт. Там работает одна женщина, которая берет несколько собак в день и не пересекается с людьми при этом. То есть я просто захожу, оставляю Вивьену, говорю, как ее подстричь. Я даже не пересекаюсь с этой женщиной, даже не подхожу к ней на расстоянии двух метров, то есть даже дальше. И она сама сразу сказала, типа, вот там, оставляйте тут, уходим. Я не верю, что через собак что-то может переноситься и все такое, хотя, конечно, если больной потрогает собаку, то, наверное, есть такой вариант. Но мне нужно было подстричь собаку, я сейчас объясню, почему. Перед тем, как мы сделали Вивьене уколы, которые мы делаем ей каждый год обязательно, там, от бешенства, еще что-то, еще что-то. Я не помню точно, я знаю только то, что точно от бешенства. Умница, мамина, молодец! Пописала. Перед тем, как сделать ей уколы, я отвезла ее подстричь. Конечно, я так красиво не подстригу, вы че? И сережки ей поставили. И я попросила максимально коротко ее подстричь, насколько это возможно, потому что я знала, что сейчас мы поедем делать ей эти уколы, прививки. Потом мы поедем на дачу, и в течение 10 или, по-моему, 2 недель, 10 дней, по-моему, что-то такое, я не могу прокапать ее от клещей. Короче, я подстричь ее сама не могла, потому что у меня нет машинки для этого, поэтому я отвезла Вивьену на стрижку. Пока ее стригли, я сидела, ждала в машине, потому что не было аварика, у меня никуда дальше ехать идти. Ну и вот и все. Ее подстригли, ей поставили уколы, в этот же день сразу я повезла ее к ветеринару. И теперь вот мы ждем 10 дней, и только после этого мы сможем ее прокапать, потому что нельзя после уколов сразу же делать капли от клещей, потому что это очень жестко будет. И так ей там вкололи лекарство какое-то, и плюс еще от клещей, и в кровь все это переходит, поэтому нафиг. Так что вот, да, Вивьену подстригли, я очень рада, не жалею об этом. И то, что я сходила к подруге, сделала маникюр, я об этом тоже не жалею. Это не значит, что я хожу по всяким салонам, это не значит, что я хожу в людные места, я ничего такого не нарушала. Зайти к подруге в гости я считаю, что я могу, если я это делаю один раз, извините меня, если я знаю, что она также соблюдает самоизоляцию, карантин, как и я. Потому что я на самоизоляцию села еще до того, как все салоны закрыли. Когда все шлялись, гуляли, чихали друг на друга, тусовались в маленькой беседке у меня во дворе подростки, и друг на друга чихали, плевали бактериями, я сидела дома. Поэтому пошли все нахрен, я соблюдаю все правила, я сама самоизолировалась, как я и сказала, уже очень давно. Намного раньше, чем многие из вас, намного раньше, чем закрылось вообще все в нашей стране, поэтому нафиг. Зайти к подруге, которая переболела уже пневмонией, и которая точно не болеет, я могу себе позволить. Чем больше вы боитесь заболеть, чем больше вы об этом думаете, господи, господи, не дай бог, а вдруг я уже заболела, вдруг... 100% заболеете, не надо об этом думать, вообще кайфуйте, живите, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Заставили дома сидеть, ну ничего страшного, дома посиди, книги почитай, уроки поделай, сериалы посмотри, не знаю, поприседай, поджимайся. Есть дача, кайф, езжай на дачу, там, в огороде копайся, кайфуй. Поэтому не надо думать о том, что, ой, а вдруг я заболела, а вдруг это самое, не надо, потому что эти мысли, они, как я уже вам рассказывала, из-за моих прыщей. Я нервничаю, у меня выскакивают прыщи, это 100%. И также, если я буду много нервничать, переживать по поводу того, что я могу заболеть, еще что-то, то 100% так и будет. Поэтому лучше не надо об этом думать вообще. Не знаю, по-моему, говорила во влоге, у меня ощущение почему-то такое, что заболели именно те люди, которые, когда всем сказали сидите дома, до того, как ввели официальный карантин и все закрыли, всех просили сидеть дома, никто не сидел. Мне писали в комменты, сама сиди дома, мы будем гулять. Мне кажется, что именно эти люди сейчас болеют, потому что, когда они гуляли, а многие нормальные люди сидели дома, потому что они переживали и не хотели лишний раз выходить из дома, они сейчас спокойно живут на даче, кто-то как мы, кто-то сидит дома и не парится. А те люди, которые ходили, шлялись еще до того, как все закрылось, когда уже и так было понятно, что в России дофига больных, просто нам об этом не рассказывают. Вот как раз и прошло это время, когда вирус, собственно, проявил себя, вот и все, вот все и заболели. Я считаю, что это именно поэтому. Это мое мнение, и вы можете быть с ним не согласны, можете что хотите там думать, но в любом случае мне будет интересно послушать, что вы думаете на этот счет, напишите в комментариях, я обязательно прочитаю. Забыла сказать, так зачем же все-таки мне надо было так коротко подстричь собаку, и нахрена вообще я ее все это сделала? Потому что я начала говорить про капли от клещей, и то, что я не могу ими воспользоваться в ближайшие 10 дней после вакцинации собаки, или как там это называется, прививок. Я хотела, чтобы ее очень коротко подстригли, именно для того, чтобы клещи эти вонючие не спрятались у нее там в волосах, не зацепились за волосы, все такое. Потому что, понятное дело, чем у тебя длиннее волосы, тем больше у тебя шансов подцепить какого-нибудь клеща. Если ты, например, по травке бежишь ногой без волос, то меньше шансов у клеща зацепиться за твой волос. Я это так вижу, так чувствую, я уверена, что... И так мне даже, знаете, легче. Я вечером всегда проверяю Вивьену на клещей. Несмотря на то, что мы не так уж и много гуляем там по той же траве, потому что она вообще у нас с икунишкой, ей все это неинтересно, она любит дома сидеть. Я ее проверяю на клещей, и мне намного проще и удобнее проверить ее и убедиться в том, что она без клещей, когда у нее короткий волос. Поэтому идите нафиг. И я, конечно же, не собиралась это не рассказывать. Тут вообще, я считаю, ничего такого нет, что можно скрывать, потому что я сделала ногти другого цвета, я бы могла замаскировать их сделать белым. Помыла голову, накрасилась, и, кстати, зацените, какой кайф. Я наклеила эти... Я всегда говорю наклеила, потому что мне странно, говорит, примагнитила эти ресницы на магните, и мне очень нравится, просто офигенно. И сегодня я не стала никакие тени красить, никакие стрелки, и мне так даже больше нравится, чем вчера. Прямо вот это больше похоже на меня. Я еще сегодня болтала с Кариной, как раз пока красилась, и рассказывала ей про то, что ее методика вот эта вот уснуть, то, что она мне рассказала, недавно ей посоветовала. Она сработала, мы с ней поражали над тем, что реально очень, ну, отвлекаешься часто, когда считаешь, начинаешь думать о всякой фигне, о своих там делах. Вот, и я с ней болтала по видеосвязи, подошел Слава, и мы, короче, позвали их к нам на дачу, так что надеюсь, что ребята подумают решаться и приедут к нам. На дачку пожарим чашлыки с кайфом, если они захотят, могут остаться у нас и на ночь, вот, потому что, чё, мы живем одни. У нас будет такая тусовочка парочками, вот, Карина сказала, что скажет, предложит Оску, если ему будет по кайфу, будет возможность, желание, то они приедут. Тем более, что ехать тут недалеко, часик, единственное, что, конечно, Оску тяжело, ему надо из Москвы доехать до Карины, взять её и оттуда ещё час ехать до нас. Такой, такая долгая дорога получится, поэтому, если они приедут, думаю, сразу им предлагать оставаться на ночь и на следующий день, например, поехать. Посмотрите, где Вива сидит, сама оттуда залезла и сидит там. Пошли гулять. Гулять пойдём? Гулять. Пошли гулять. Сегодня нам надо поехать в магазин, и я вот думаю оставлять Вивену дома, потому что с ней не очень-то удобно ходить в магазины. Да, Вивчик? А, плюс ещё ко всему маски. Господи, маски, я ненавижу, потому что после маски у меня всё будет опять прыщавое. Пошли гулять. Мне так смешно. Она встала, я ей сказала, пошли гулять, она подошла к окну, посмотрела там, какая погода, села обратно туда. Пошли гулять. Гулять. Пойдём гулять. 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 Вот мы и вышли, я вчера забыла вот это занести внутрь, но ничего страшного. Итак, показываю. Здесь всё было в пыли, в грязи. Я вам это даже вблизи не показывала, мне кажется. Там были листья какие-то. В общем, я всё это убрала метёлочкой. Почистила. Тут пыль протёрла. Тут стол, короче, протёрла. Это осталось от вчерашнего. Лучочек, ну ничего страшного. Вот, видите, понятное дело, всё равно пыль налетает, потому что открытое помещение. Вот, здесь тоже всё протирала. Причатки. Вива уже плачет. Пошли гулять, не ной. Господи, как мне надоели эти собачки. Так, мне нужно забрать ту хрень. Ну, свежо так, я бы сказала. Давай гуляй, Вива. Можешь по траве не ходить. Гуляй только, пожалуйста, ведь умоляю. Я так хочу, чтобы ребёнок мой гулял. Господи, я так похожа на настоящего родителя с детьми живыми, человеческими. Я ухожу без тебя. Пойду подышу воздухом. Ну, кайфся. Да надоело дома сидеть просто, постоянно. В Москве я дома сижу, здесь дома сижу. Ну, что такое? Конечно, погода прям не супер, прям крутая. Тут даже не 12 градусов, мне кажется. Как обещали. Ну, кстати, сегодня не так холодно. Всё равно, вчера был ветер ужасный. Так точно присинивают, видно. Вот стою такая. Кстати, тут есть вот что. Можно заказать мячик, покрутить обричь. Мы со Славой решили, что когда потеплеет, мы будем жарить шашлыки и будем кушать их здесь. Но на самом деле там достаточно тепло, и можно просто закрыть, типа, дверку, потому что там вообще кайф. Там тепло, можно окошко открыть. Тут живёт пушок, кот. Почему он тут живёт? Потому что, ну, домой ему, видимо, не очень нравится. Там ещё пол такой красивый. Псюмите, как руками. Вообще, очень красивая бесятка получилась. Вот сюда пушок заходит. Там тепло, он там спит. Может быть, иногда его можно там даже увидеть. А другие кошки туда не могут зайти. Раньше, когда у нас была открытая беседка, в эту беседку заходили все коты. Просто, мне кажется, со всей дачи. Заходили, сидели там, грелись, в домике тусовались. Мы не злые, мы не против, но просто там кошками воняло. И что такое? У нас же есть свой кот. Хотя это, конечно, так звучит, типа, он нифига не живёт в этом доме. Живёт постоянно у соседей. Либо вот здесь вот. Ну, когда дедушка приезжает, конечно, он тут живёт. Вот. Ну, мне нравится. Тут свет даже можно включить. Прикольно. А, так Слава и делала. Когда нет ветра, огонь. Хочется тут какой-нибудь гамак поставить. Лежать просто и отдыхать. Дышать свежим воздухом. Короче, я стояла, стояла. Я уже её домой завела. И я наткнулась на это окно, о котором, конечно же, я всю жизнь свою знала. И я подумала о том, что будет офигенно, если сейчас там будет сидеть Вивьена. Я буду здесь стоять. И она будет сидеть на меня смотреть. Но чтобы она туда пошла и всё такое, мне нужно позвонить Славе и сказать ему, чтобы он её туда как бы проводил и дал ей понять, что мама тут. У меня к тебе небольшая просьба. Я сейчас стою на улице, смотрю на окно, где лестница. И я бы хотела, чтобы ты туда отвёл Вивочку, приоткрыл окошко и шторки убрал, чтобы мы друг на друга смотрели. Можешь, пожалуйста, так сделать? А ещё, кстати, про это окно хочу рассказать вам историю. Раньше у нас там не стояла сетка, либо я её просто снимала в детстве. Ну, короче, суть в том, я через окно из дома вылезала на эту хрень, когда я была маленькая, и спрыгивала. Поняли? Такая вообще паркурщица. Скорее, Боже, Вивочка пришла. Да, поставь её, она сама будет смотреть. Ива! Привет! Зай, окно открой. Она уйдёт сейчас. Привет! Привет, мое солнышко! Привет! Мама тебя звала гулять, что ты не пошла? Привет! Язык высунула. Вот такой диалог у нас получился. Всё, сейчас мы поедем в магазик, заодно проверим наш пропуск. Мы его уже проверяли, но можно сто раз его проверить. Я хочу, чтобы то место у окошка было её местом. Может, ей даже туда что-то постелить, чтобы она всегда туда подходила. Голос! Помнишь, мамочка там была? Там есть сейчас мамочка? Проверь. Где мамочка? Ну, чего ты, чего ты? Выображал. Смотри, там собачка на улице, с ней бы пообщалась. Да, там ветер. Эти, видно, серёжки блестят. Вот здесь можно увидеть. Сейчас она повернётся. Видели? О! Эти серёжки на солнышке переливаются. Ну, если что, это не серёжки, опять же, повторюсь, это стразы просто наклеенные. Я больше не буду ныть по поводу нарощенных ресниц, потому что у меня есть теперь ресницы на магните. И сегодня я хочу заказать ещё даже. Потому что я знаю, что сюда, где я нахожусь, на дачу тоже могут доставку сделать. Либо есть какой-то пункт, куда я могу подъехать и забрать свою доставку. Потому что эти пункты типа по всей России есть. Так, мы сейчас поедем. Слава закрывает ворота. Виву мы оставили дома. Но если вдруг нас кто-то остановит и скажет, типа, эй, сейчас рабочий пропуск. Ваш пропуск не относится к медучреждениям или ещё что-то. Я ему скажу, я свои права знаю. Мне государство не платит. Жить мне на что-то надо. Я еду по работе. Я уже распланировала. Я Славе только что это дома повторила. Он говорит, ага, а в реале такая, ой, извините, пожалуйста, я вас умоляю, не штрафуйте меня. Я говорю, нет, я буду жёсткой. Здравствуйте, приехали. В магазин. Погнали. Бандиты. Вау. Там и корм нашей собачке есть. Чёрт, чел. Пошли сначала продуктовый. Пипец, нормально. Сейчас хотим взять картошки, чтобы её на мангале, смяк-смяк, кинуть в этот, в угли, не горящие. Мы так делаем на дачу, очень вкусно получается. Вот. Народа очень мало. Ну, есть, конечно, но мы стараемся не ходить в те места, где есть скопления. Обходим, короче, дистанцию держим. Так, мы приехали уже, и я очень хочу увидеть Вивенину реакцию. Насколько она будет рада. Потому что мы её первый раз тут оставили одну. Ну, когда-то же надо начинать. Ну-ка. Где она? Она лежит. Я не вижу. Как у тебя тут персиком пахнет, Вив? Тебе персики резала? О, ты родители, моё ты, солнышко. А ты что, думал, мы тебя бросили? Итак, ребята, смотрите, что мы поставили в камеру. Сейчас я буду снимать видосик в инстаграм рекламный, и вы его скоро увидите. Но пока вы его не увидите, я вам не буду раскрывать секреты, что такое и всё такое. Но вообще я могу заказать вам одно, я очень рада, потому что этот проект, проект это просто моя мечта. Я думаю, что когда вы увидите, вы очень порадуетесь за меня, обрадуетесь и всё такое. И поймёте, почему это было моей мечтой. Вот, так что сейчас я сниму рекламный ролик. Не знаю, сколько времени у меня это займёт. Может быть, минут сорок или типа того. В общем, я сняла видосик, и он у меня вышел на тридцать одну минуту, прикиньте. Мне из-за этого нужно сделать минуту. Самая ненаигранная реклама в моей жизни, которая будет у меня в инстаграме скоро. Потому что это моя мечта. И Вива такая... Это не мечта. Вива, ты чё, Жириновский? Вот, говорю Славе, чё, когда кушать-то будем? Хочу сыр, чё нах? Кстати, вчера я сидела, кушала, пила вино. А, вообще такой угар. Вчера я записала сториз для близких друзей. Оказалось, что я выставила её не для близких друзей, а для всех. Я сняла, как Слава наливает мне вино. Там у нас сзади всякие... Там Айкос и всё такое сняла. Думала, для близких. Я такая, я сейчас захожу в директ, смотрю, у меня там всякие вопросы. Ты чё, куришь? Ты чё, куришь? Ты чё, ещё куришь? Я такой, ну, что? И вот он понимает, что это сториз для близких друзей, которая посвящалась им. Где-то 30 людям, 40 там человек, не знаю. Увидела 50 тысяч! Я думаю, блин, такая, конечно, мощная. Надо же было так. Но, знаете, я на самом деле никогда ничего такого жёсткого не выставляю. Просто мне не хотелось выставлять сториз, типа, потому что мы вино пьём, хотя вы и так знаете. Вот теперь посмотрите, какая красота. Масик! Я сейчас дубы рухну. Посмотри на потолок. Оно и там отражается. Блин, для дачи это просто огонь! У нас, кстати, много всяких фонариков, гирлянд. Можно будет развесить тут. Мы хотели ещё по лестнице что-то пустить. Кстати, по лестнице можно неоновую хрень пустить, прикинь. У нас тут прям хэппи-неуе какой-то будет. Ещё мне нравится то, что вот здесь стоит зеркало. Кстати, я его из Москвы притащила, в которое я крашусь, потому что маленькое всё-таки неудобно. И я вижу и тут блёстки, и тут блёстки. А там мои эти любимые. Вот это я снимала видос, да. Он у меня вот такого формата. Ну, типа, для поста. Смотрите, какая у меня здесь классная надпись. Бейб. Ну, нормально я выгляжу, нормально. У меня сегодня прям хорошее было настроение. От моей внешности. Ну, типа, нормально. Вот. Мне нравится, когда я вот тут вот почешу где-то, а потом смотрю, кожа отпалилась. Это значит, что болячка отпалилась. И можно двигаться дальше. Единственное, что у меня сейчас жёсткое самое на лбу, помимо маленьких, это вот этот. Но он скоро пройдёт, я его не трогаю. Вообще не трогаю. У меня такой же был здесь. Я ещё хотела пошутить над тем, что у меня рога выросли. Но, к сожалению, когда вырос второй, первый ушёл. Сегодня мы не гуляли до мусорки, зато ходили в магазин. Завтра мы обязательно пойдём до мусорки. Я так жду этого, кажется, дня. Скорее бы пойти до мусорки. Тем более, что у нас около дома стоит... Короче, за домом там стоит огромная мусорка. И мы её потащим. Потому что там нет какого-то хрена пакета. Я не знаю почему. То есть у нас нету варик, а просто взять этот пакет и типа как-то дотащить. Нет, нам придётся тащить всю эту мусорку, потому что... Ну, либо можно, конечно, постараться и всё это в пакет. Чтобы не тащить. Наверное, так и сделаем. Потому что тащить вот эту хрень на колёсиках, это будет, мне кажется, очень жёстко. Не более, что не везде хорошая дорога на даче. А ещё сегодняшний день спасибо тебе за то, что у меня есть пропуск. А вообще, мне одна моя знакомая сказала, что ей сказал её муж, у которого двоюродный брат или кто-то в каком-то другом городе в России. И там у них 98% людей имеют рабочий пропуск. И мне кажется, что, ну, типа, тратуйте. Я надеюсь просто, что ничего не аннулируют. Я уверена, что не могут за это сделать какой-то штраф. Потому что какого хрена? Ну, типа, мне выдали пропуск, я что, виновата, что вы мне его выдали? Почему вы меня штрафуете за что? Так что кайфуем, пацаны! Вот, надеюсь, что вот это видео моё, которое я сейчас буду монтировать, зайдёт вам. И, ну, вам понравится, и вы порадуетесь за меня. В первую очередь просто порадуйтесь, если даже не захотите участвовать в том, о чём я рассказываю в этом видосике. Хотя мне кажется, что это очень классно, и я в этом участвую постоянно сама для себя. В общем, когда вы видите, поймёте, поржёте, может, не знаю. Вот, просто в любом случае надеюсь, что просто вы порадуетесь за меня, потому что это что-то невероятное. И, наверное, когда у меня это выйдет, я во блоге расскажу, насколько я счастлива и как долго я ждала этого момента, когда ко мне обратится этот клиент. Спасибо, Тиля, мой любимый! Ты услышал мои молитвы! В общем, я думаю, что вы уже поняли, о ком я говорю, о чём. И сейчас, кстати, полдесятого, поэтому я в шоке. Нужно просто, у меня до сна останется всё это время просто сидеть и монтировать. Потому что сейчас я буду монтировать этот видос, потом буду этот видос монтировать. Всё это мне надо монтировать. Зато у меня классная подвесочка, бейб. Бабя. Я её называю Бабя. Вот. Кайф! Если много кто будет спрашивать, откуда она, я увижу в комментах под видосом, типа, откуда эта подвесочка, откуда эта подвесочка, то в сторис в этот же день сделаю сторис о том, откуда эта штучка. Вот. Потому что я не помню название, мне нужно в инстаграме посмотреть. У меня занят дедушка. Я должна ему рассказать, что, наконец-то, я могу ездить в магазин больше двух раз в неделю. Это вчера, когда я ему рассказывала, мы сидели вдвоём, вот, говорю, офигеть, офигеть. Я сказала, охренеть, это что такое? Чего, Масик? Чего? Продолжение следует... Кстати, я так и не разложила продукты Потому что Мне нужно было скорее-скорее делать всякие дела Вот, потом разложу, но сейчас Будем кушать. Ой, не смотрите на это Ааа, что это? Кстати, у меня тут разные есть Так что обращайтесь за рекламкой Взяли попкорна Сегодня будем кино смотреть 100% Потому что вчера не смотрели Какие-то вкусные А, нет, я разложила все, что нужно в холодильник А вот всякие штучки-дрючки нет А сейчас я буду греть шашлык Оставшийся Смотрю, так что-то его маловато как-то совсем Надеюсь, нам хватит. Ну, ничего Если приплюсовать лаваш Чанах И салат не делать Куда я собралась шашлык греть? Мне же еще салат делать Ладно, зато у меня хорошее настроение Все, что нужно было мне для этого Это просто пропуск Блин, смотрите, как красиво Сказка! В общем, ребят, мы кушаем Слава сделал салат вкуснейший Как всегда, тут все мое любимое Шашлык, лаваш, салат, огурцы, помидоры, лук Специей Соль, перец И масло Лаваш, я сказала И сыр Чанах Ребята, хочу сказать, что если вы его не пробовали То обязательно попробуйте Я его просто обожаю есть Он очень соленый Я его ем вместе с лавашом Беру вот это Ем И сразу же закусываю Лавашом Примерно вот столько Офигенно выходит Потому что лаваш Он убирает сильную соленость сыра И тогда получается просто гениально А еще мы смотрим Гриффинов В общем, ребята, я только что закончила Делать видосик рекламный для Инстаграма Сейчас почти час Точнее, 15 минут первого Вот так, как взрослая сказала Короче, очень долго делала его Получилась минута Мне это нравится Вообще кайфует от этого Столько времени на съемку Туда-сюда Смонтировать красиво Обработать эффекты Поставить Минута Это то же самое, знаете Когда снимают фильмы Несколько месяцев Там, допустим, смотри Какие фильмы Снимают Да даже нашу сценку В елках Когда мы снимались Пятая часть Если что, кто не смотрел Мы снимали Двое суток Ну ладно, не суток Но типа с 8 утра До 12 ночи Мы снимали Два дня Вот так вот И что в итоге Сколько там? Пять минут нас Даже меньше, мне кажется Вот так по жизни О! Вот так жуют эти Хомяки Они не могут проживать Карина Мне открыла Офигенное приложение Для обработки видосов Называется оно Теза Теза Можно накладывать Пыль на видео Иногда Раньше До этого я просила Карину Скидывала ее видосы Говорю Блин, братан Поставь пыль Пожалуйста На видос Вот Но в итоге Я решилась И купила подписку Там, по-моему 290 А, нет 229, что ли Рублей в месяц Учитывая, что В последнее время Часто я выпускаю Какие-то видосы В инстаграм Выставляю Всякое такое Я решила все-таки Потратить бабла Еще я оформила подписку На сайт Epidemic Sound Это сайт Где много разной музыки Без авторских прав Точнее, если ты Оформляешь подписку На этот сайт Там, по-моему 15 долларов в месяц Что-то такое И ты можешь Вставлять классную музыку В видосе Я уверена, что вы уже Заценили то, что В этом влоге Были музыкальные вставки Так вот Это потому, что Наконец-то Я оформила подписку Если вы думаете Что мне лень Вставить музыку В видос Это неправда Просто Я постоянно забывала Как называется Этот сайт И в итоге Забивала Думаю, ладно А у меня почему-то Не получалось Скачать с ютуба Какую-то музычку Чтобы на фон поставить Я всегда переживаю Что у этой музыки Могут быть авторские права Поэтому теперь Я не переживаю Потому что Все оформлено Поэтому, если вы блогер Могу порекомендовать вам Сайт Epidemic Sound Epidemic Sound Прямо так опишите И приложение Которое мне рассказала Карина Моя подружка Тезза На английском Те Е Зе Зе А Тезза Очень легко Ну а я тем временем Просто офигеваю Потому что Да, я смонтировала видосик Который длится минуту Но Я не смонтировала Этот блог Я в шоке Слава играет Предаптейшн Так вот Я как налепила Эти ресницы На магните Так я с ними Весь день проходила И только вот сейчас Я просто устала И мне хочется Постоянно вот так вот Делать глаза Трогать Потому что Ну они устали Или вот так вот делать Поэтому сейчас я их сниму И как раз с вами попрощаюсь А, ну пойдемте Я вместе с вами их сниму Заодно вспомним Какие у меня глаза Без этих ресниц На магните Господи Как мне это нравится Напишите Вам нравится Мне это так уютно И так красиво Еще угар в том Что я продолжаю есть Я все еще сижу и ем Чтобы снять реснички Мне нужно зеркало Пинцет Так, ну что ж Вот я сняла Посмотрите Какая большая разница Я в шоке Просто ору С одного глаза Только сняла Короче, я решила Что это просто Гениальное творение Тот, кто это придумал Гений Я передаю ему Огромный привет Я вообще Я просто в шоке Потому что Это настолько удобно Ребят Напишите в комментах Кто тоже таким пользуется Как часто вы этим пользуетесь И вообще Что вы думаете Просто я в таком Вообще лютом восторге Это так круто Я так нервничала Из ресниц Просто реально Я не готова Пока я ходить без ресниц Мне не нравятся Мне не нравятся Мои глаза со стрелками И мне не хочется Ходить со стрелками Я хочу ходить С ресницами красивыми Как я хожу уже много лет Особенно с теми С которыми я сейчас Хожу последний год Полтора Я их вообще обожаю Просто Мне так нравится Так что вот Теперь я снова Помолодела В общем ребята Я с вами прощаюсь Я надеюсь что вам понравился Этот влог Да сегодня я была Не особо такой прям Активной как вчера Потому что я поздно встала И вообще у меня были сомнения По поводу того Снимать сегодня влог или нет Учитывая что Я вот сейчас Только закончила монтаж Рекламного видоса Уже пол первого Реально Двадцать пять минут уже Первого И мне бы хотелось Пораньше лечь спать Плюс еще я сегодня Очень хочу посмотреть кино Потому что вчера Так мы и не посмотрели Я просто вырубилась Настолько я устала И хотела спать Я даже ничего убирать не хочу Прикиньте Так что покедова Подписывайтесь на мой инстаграм Хочу завтра пофоткаться побольше Надеюсь что погода будет нормальная Потому что Ну охота на улице фоткаться Ну и вот Посмотрим какая завтра У меня будет кожа Вдруг лучше А я же вам не рассказала Какого хрена Много кто из моих подписчиков Мне рекомендовали Цинковую пасту Сегодня мы были в аптеке Там где магазин Там еще и аптека была И я решила зайти И все-таки взять Попробовать Я ни разу не брала Во-первых она так интересно выглядит Там реально какая-то просто паста Знаете я думала что это Я даже не знаю как я себе это представляла Наверное как обычно Какой-то кремик И в общем мне многие рекомендовали Вот эту хрень купить И мазать точечно на прыщике Потому что она классно сушит И мазать на ночь перед сном То есть намазал И ну небольшим Не толстым Не супер толстым слоем И типа эта паста Подсушивает прыщи Точечно именно Поэтому я наверное Даже сегодня попробую Я не знаю Насколько это сразу Я увижу результат Но многие мои подписчики Мне реально много Кто писал Вот эту хрень взять И попробовать ее Поэтому я хочу попробовать И я все еще удивлена С того как она выглядит Точнее в принципе Тут ничего такого и удивительного Но посмотрите Просто выдавили туда Какую-то смяку Я даже не знаю Как это назвать И все Берете Этот ватную палочку И мажете себе на прыщойды Будет круто Если кто-то придумает Такой мем Типа Я воспользовалась Этой штукой И Так я говорю Ребята Нужно намазать Это точечно На ваши прыщи И следующий кадр Где у меня все лицо В этой цинковой пасте В общем ладно Сижу на лестнице Как всегда В своем любимом месте Сюда 100% Нужно какую-то подушку Я не знаю Что-нибудь классное Потому что мне очень нравится То что здесь окно И мне очень нравится То что здесь окно Еще потому что Сюда может прийти Вива И сидеть И смотреть в окошко Не знаю Нравится ли ей это вообще Но мне нравится Думать о том Что ей это нравится Так что вот ребятки Все Я с вами прощаюсь До завтра Спасибо что смотрели этот видос Вообще надеюсь Что вам нравятся Такие видосы Обязательно задавайте вопросы Пишите темы Которые вы хотите Чтобы я обсуждала Что вам рассказать Какие-то интересные штучки Будем болтать Обсуждать Буду с вами делиться Своим опытом И все такое Поэтому оставляйте комменты И в следующем влоге Я это все прочитаю Поболтаю с вами И не забывайте Что я все ваши комментарии читаю На все ставлю лайки На то что не поставила лайк Значит подумала Что ну Либо я с этим не согласна Либо мне это не нравится Ну сами понимаете В общем ладно Всех люблю, целую, обнимаю И всем пока